У нас считается, что в сельском хозяйстве разбираются все. Но не сказать, что так уж много желающих превратить свои знания в деньги. Когда бизнес в прямом смысле находится под открытым небом, а корни его в земле слишком много работы и рисков. Тем заметнее примеры, когда частники достигают успехов в нашем сельском производстве. Шкловское фермерское хозяйство «Диана» стало одним из главных производителей картофеля в Белоруссии. А поступления в областной бюджет от деревенских предпринимателей выросли в прошлом году на 10%. Как живет и чем дышит сегодня большой и маленький агробизнес? Сейчас расскажем. Формула успеха аграрного бизнеса самая сложная. В ней всегда есть как минимум один неизвестный – это погода. Неблагоприятный по погодным условиям год может принести потери, устранить которые очень сложно. Однако в Могилевской области немало предпринимателей, которые нашли общий язык с Небесной канцелярией и успешно ведут свое дело. Вот сейчас у меня 60 маток. От каждой матки я должен получить за год 20 кроликов. 1200 голов. Бесорелизационный вес каждого кролика – 3 килограмма, я беру в среднем. Это получается сколько? 1200 на 3. Это 3600 килограмм. И умножьте на 5 рублей реализации. Александр Иванушенко разводит кроликов. Его земляк Анатолий Мачохин выращивает лошадей. Оба мужчины в прошлом зоотехнике, а в настоящем – деревенские бизнесмены. Никогда сколько я занимаюсь, я никогда не считал по голове, сколько у меня головы. Я у всех их знаю в лицо. Бизнес-истории могилевских сельских предпринимателей имеют много общего. Старт, как правило, непростой у всех. Первая прибыль вся в дело. И только спустя время первая реальная зарплата. Имея 3,9% земли в районе, мы производим, на сегодняшний день продаем 10% блока, которое продает район. Мы производим более 7% зерна, которое производит район. Интерес к агробизнесу в Могилевской области заметно растет. Только в прошлом году количество фермеров увеличилось на три десятка и составило 446 хозяйств. А поступления в областной бюджет от деревенских предпринимателей выросли на 10%. Основная часть фермеров занимается выращиванием сельскохозяйственных культур. На каждое фермерское хозяйство приходится 106 гектаров земли, тогда как в среднем по республике 78. Уникальность заключается в том, что здесь применено самое современное оборудование. Для цыплят созданы самые идеальные условия, которые только могут быть. Создан идеальный микроклимат, который подходит каждому цыпленку и в любой возраст. Построить большой и успешный аграрный бизнес на Могилевской земле тоже возможно. Пример тому – зал «Серволюкс Агро». Сегодня это крупнейший игрок не только области, но и страны. Но стоять на месте не время. Недавно здесь начал работу новый производственный комплекс по выращиванию цыплят-бройлеров. За 2018 год мы произвели 88 тысяч тонн мяса в живом весе. А благодаря открытию этой площадки в 2019 году мы сможем произвести уже 100 тысяч тонн мяса. Перейдем в этот символический рубеж. Это уже третья площадка компании в Могилевском районе. Благодаря ее созданию 75 человек получили работу. Приходят даже люди без опыта работы. Здесь на предприятии они проходят обучение в течение четырех месяцев. После чего им присваивается пятый разряд. Они полноценно работают и получают достойную заработную плату. Вот если не секрет, какая средняя заработная плата? Средняя заработная плата – тысяча и более рублей. Но все зависит еще и от показателей. Елена работает на предприятии уже пять лет. Говорит, что устраивает все – от спецодежды до спецталонов на питание. Зарплата соответствующая, хорошая зарплата, условия нормальные, талоны на спецпитание. Мясо птицы охотно покупают в странах Средней Азии и Китайской Народной Республики. В истории немало примеров, когда нехитрый сельский замысел перерастает в большое промышленное дело. И те, кто рискнул уйти на собственные хлеба в агробизнес, редко отступают, потому что срастаются с ним. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова